Следующая пара бойцов! Леонора Тассинари, Италия! Является борцом. То есть у нее база борцовская. Ну что ж, еще одна представительница Италии. Да, о женщинах уже было нам не сказано. Поэтому добавить пока нечего. Ну вот прическа у нее такая, прямо скажем, воинственная, да? Такой здесь клинку представляет Леонора. Вот так он заявлен. Ну да ладно. Я думаю, это не столь важно. Ну уж хотелось бы посмотреть действительно то, о чем мы много говорили, Анастасия Янькова. Хотелось бы, конечно, посмотреть, насколько Анастасия Янькова сильна в борьбе. И прибавила она в борьбе, да? И как она прибавила в ударной технике, и самое главное, как она прибавила в защите. Да, да. С другой стороны, опять бы хотелось бы, чтобы закончила она в такой-то ударной технике. Я думаю, что в своем стиле, в своей манее, как представительница удара на восьмой. Анастасия Янькова, Россия! Я не знаю, что сейчас переживают наши уважаемые телезрители, я не знаю, что переживают победчики в зале, но вот я как-то... Ну, смотрят так друг на друга, как будто сейчас разорвут просто. Не трогайте клопс, окей? Не трогайте рейдж. Слушайте, мои крики, держи руки. Ну да, пожали руки с пятого раза. В зале раздаются крики «Может, не стоит». Ну все, уже клетка закрылась, дальше отступать некуда. Три раунда по пять минут. Три раунда по пять минут. Ничего себе дебют у Анастасии, а? Три раунда по пять минут. Это же прям как будто в Беллатор готовится. Сразу же итальянка идет в борьбу, это понятно. Забирает ногу. Ну посмотрим, чему научилась Анастасия в борцовских залах. Хорошо прижимает соперницу к себе. Главная задача Анастасии завязать соперницу, не дать ей ничего сделать и перевести опять бой в стойку. Ну вот, в принципе, пока ничего страшного не происходит. Да, Анастасия очень грамотно вяжет соперницу. Кроличьи удары по туловищу никакого эффекта не возымеется. Это точно. Да, надо вязать, надо максимально... Вязать и ждать, да, пока вихри поднимет стойку. Наверное, я не вижу, чтобы Анастасия пока рисковала. Выходила на какие-то болевые. Здесь сейчас просто защита, конечно. Ну уже, в общем-то, можно в стойку-то поднимать, кажется. Вот, отлично. Да, услышал. Вихри. Рефери Виктор Корнеев очень высокой квалификации, так что он дико знает, когда надо поднимать спортсменов в стойку. Ну, вообще, всегда очень грамотно разбирается в той или иной ситуации. Правую ногу в гард заправляй! Заправляй ноги в гард, не говори, скажи голову! Держи, держи, держи! Правую ноги в гард! Ноги в гард! Не, ну задушить здесь, не знаю. Надо, да, надо... Все правильно советовать, надо ноги в гард заправить, тогда закрыть, и тогда все будет хорошо. Просто с этой позиции, да, это нужно какую-то ручку все-таки тогда освободить, чтобы заправить ножки в гард. Ой-ой-ой-ой-ой, только не дать сесть в маунт, только не дать сесть в маунт, иначе будут проблемы. Но итальянка все-таки это делает. Садится, но пока там шейку держит Анастасия, конечно, вот здесь сейчас момент шеи, насколько вытащит шею итальянка. Удушающего приема там, ну, скорее всего, уже не будет, потому что сложно очень задушиться этой позиции. Достаточно гибкие, конечно, девушки, да, когда смотришь на них. Да, ну и кроме того, сейчас Анастасия держит, она тоже теряет очень много сил. Очень много сил, очень много сил теряет, тем более, я говорю, в принципе, вот после подъема все прошло примерно в таком же ключе, так же встала и точно так же дала пройти итальянке. Да, и сейчас, судя по всему, вырвется итальянка, ох, но защищаться, защищаться хорошо Анастасия прижимает соперницу к себе и пытается развернуться, только аккуратно шею не отдать. Отлично! Вот это здорово! По-моему, итальянка сама не ожидала подобного развития событий. И тут же забрасывает ножки на треугольник. Надо скрутить корпус, надо скрутить корпус, выйти из треугольника. Поддержка, поддержка, подержка, девушка! Нет, 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 там не туда немножко разворачивается-то итальянка, на самом деле. Вот сейчас ручку ей нужно забирать. Ну и надо саму соперницу к себе поближе приезжать. Можно здесь поменять ножки, на самом деле, вот так вот, скажем, она, надо другой ногой зацепиться за другой, в идеале. Сейчас так выполняется прием, так скажем, не на шею, а вот на вторую подмышку. Какое-то, конечно, неудобство есть, но не так страшно сейчас ситуация, как вот она кажется. Удушение второй подмышки это эксклюзивно, кстати. Ну вот мы видим, да, сопротивляется Анастасия, сейчас будет переход на болевой прием, да, аналогичный, да, и видно как-то. Терпеть, терпеть, надо не отдать руку, не отдать руку. Ну видно, конечно, что итальянка посильна в борьбе. В борьбе поопытнее, да, поопытнее. И здесь, ну вот только Оля, наверное, и сетка сейчас помогает, конечно, Анастасии некуда там вертеться. Вот сейчас она все правильно делает, свободно рукой, надо добивать, надо добивать. И вот... Хорошо, хорошо, вывернулась Анастасия, есть возможность для нанесения ударов, давай, обей! И вот опять то же самое, смотрите, что опять, 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 не вот, это, конечно... Ну это нет опыта борьбы, просто нет опыта. Ножки подержать, вот сейчас, сейчас, в принципе, правильно, да вот не надо поджиматься, наверное, надо чуть-чуть подвымотать. Держит, держит руку Анастасия, не позволяет вытянуть. Да, да, сложно сейчас, сложно, она прекрасно понимает, что ей делают, и не позволяет, не позволяет. Держит, держит руку и lactate, vertical на л三 Kargin. Надо помогать, кроме ручками, так и вырюет, потихонечку ручки назад. И, похоже, что, есть возможность хорошая у итальянки вытянуть руку на болевой прием? Нет, он вообще грома продержит, грома. На локошке, да, вот и пуско. Хороший удар коленом по туловищу, ну, не дать, не дать, вытащить, не дать! Нет, 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 нет. Жалко, не видим мы секундомер Сколько осталось? 10 секунд Вот нам возвещает этот сук Спасительный в какой-то степени Потерпеть, потерпеть надо Ну что ж Подводя итоги первого раунда Достаточно свежо выглядит Анастасия Ну да Достаточно измотана выглядит итальянка Хотя казалось бы, да, Анастасии пришлось Очень непросто, потому что она, мы помним Держала соперницу очень долго, причем на одниках Только Как бы, как бы Анастасия Все-таки своей козыре продемонстрировать Сейчас именно в ударной технике Сейчас, да, вот хотелось бы видеть другое начало Как бы раунда Другое начало, чтобы подольше этот бой Продлился в стойке и чтобы какие-то удары Дошли до цели Видим мы, как измотана итальянка Держи визу Держи визу Держи визу Держи визу Держи визу Второй раунд Напомню, три раунда запланированы А это просто, на самом деле Не просто с точки зрения функционалки Да, надо проверить сеточку А то в предыдущем поединке Калиточка-то не выдержала ударов Но там и ребята были потяжелее Отличный удар Здорово! Ой-ой-ой! Добивание Добивание было, да Но Виктор Корнеев не обратил на это внимание Но он и не прошел, в общем-то Хорош! Нет, ну вот это... Ну зачем, зачем на удержание полезло-то, ну? Да, да, да Вот это движение немножко не ее Сейчас бы добивать, добивать, добивать Нет, это... Есть болевой! О, конечно! Красава! Видно, поторопились мы с советами И, конечно, знала-знала, что делала Анастасия Ну, может, и это была наработка, да? Ну, да, да Видно, что движение-то, конечно, здравое, конечно, было И вот это... Поздравляем Анастасию Янкову С этим удачным дебютом Очень ярким дебютом И посмотрите, что творится За 25 секунд второго отца Удушающий прием Победу Одержал Не, ну не удушающим, конечно Все-таки там болевой был Прием И мы сейчас увидим Это на повторе Да, обязательно, обязательно Победу одержала Держал Анастасия Игорь! Молодец! Молодец, Анастасия Ничего не скажешь Только аплодисментов достойно Анастасия сегодня Увидели, что хотели Увидели в таких партере Анастасии Ну и стойки, самое главное Закричали, что не надо этого делать Ну, видно, что Анастасия знала, что и делать Лучше нас в 500 миллионов раз Уважаемые друзья Уважаемые телезрители Я не поменял свое отношение к женскому ММА Но приходится признать, что Поединок был гораздо техническим То, что мы видели в некоторых поединках сегодня Поаплодируем этим замечательным Давайте еще раз на повторах Посмотрим, как это было, друзья Ну, хотелось увидеть уже непосредственно завершаемую стадию Вот здесь преимущество было у итальянки Все присутствующие здесь в зале Ну и вот, где там была какая-то грань Хочется верить, что все-таки со стороны Что чувствовало и не давало Вот здесь это, в принципе, вариант защиты И вот, отлично удар левая быка Вот, ладно Ей можно, да Ей можно сегодня Но не попала, не попала Поэтому дисквалифицировали И вот он, болевой прием, конечно же Это болевой Это неудушевший Там бы подзажало Ну, хотя и на шею давило Они сейчас не готовы, я сказать Тянуло ручку, да, где-то И поддавливало шею Нам спросить у итальянки Отчего все-таки сдалась она Думаешь, она тебе ответит так? Да, но если спросить по-итальянски, да Что было, больно или душно?